Я сразу хочу сказать, я знаю, что тут есть люди, которые уже видели предыдущую версию этой презентации, а вы сами напросились. Для всех остальных, тут 90 слайдов, это будет быстро, это будет сложно. Скорее всего, к сожалению, я не могу просто взять и рассказать сразу интересные части, потому что, скорее всего, тогда вы не поймете совсем ничего. Итак, сначала начнем с того, кто я такой. Меня можно найти в интернете как FX-постер, я работаю системным инженером в Виксе. Чем я занимаюсь в данном случае, это ирелевантно к самому докладу, но если вам понадобится меня найти, гуглите FX-постер, первая ссылка, все хорошо. Так, назад. Кто вообще слышал о том, что такое персистентные структуры данных, которые называются еще и мутабельными или функциональными? Окей, немного. Ага. И те люди, которые были на предыдущем докладе. Окей. Итак, персистентные структуры данных, или мутабельные, или функциональные, это такие структуры данных, которые позволяют вам хранить… Короче, после любого изменения этой структуры данных вы получаете на выходе две структуры. Старую и новую. Старая как бы остается такая, как есть, без изменений, которые вы применили. Новая вместе с изменениями. В общем, Data Structures можно разделить на три части. Первая – это эфемерные структуры данных, это те, которые мучат в универе. Остальным, по крайней мере, нас не учили. Эфемерные структуры данных – это вот обычные списки, массивы и так далее. Вы, когда их изменяете, вы получаете на выходе новую структуру данных, которая хранит новое состояние. Старое состояние безвозвратно теряется. А partially persistent структуры данных – это структуры данных, которые при изменении вы получаете новую версию, измененную структуру данных, которую вы потом тоже можете менять. У старых версий тоже остается доступ на чтение. К сожалению, менять их дальше вы не можете. Фолли-процессные структуры данных – это те, которые вы можете и менять, и читать, вне зависимости от того, к какой версии вы обращаетесь. Это может показаться сложным, это и будет сложно где-то в конце. Пока что это на самом деле очень просто. Сейчас попробую объяснить, что это все такое. Но сначала, зачем это нужно? Персистентные структуры данных к нам пришли в более-менее глобальное использование, скажем так, из функционального программирования. Кто вообще знаком с тем, что такое FFP? Кто пишет на FFP языках сейчас в продакшене? Не многие. Хорошо. Функциональное программирование отличается от всех остальных парадигм очень многим, но в данном случае меня интересует только та часть, которая относится к изменениям состояния. То есть в ООП, как правило, каждый объект может иметь свой локальный стейт, который он может менять. Также объекты могут менять локальный стейт других объектов с помощью их API и так далее, но они могут это делать. FFP относится к изменениям значительно более строже, чем ООП. У вас, как правило, существуют некоторые зоны в коде, зоны в коде, которые имеют доступ к изменениям состояния вашего приложения. Они изолированы, они ограничены, и это приносит ряд вполне определенных преимуществ, о которых, как правило, не задумываешься до тех пор, пока ты не столкнешься с багами, которые происходят, когда их нет. Одно из этих преимуществ это то, что вы получили структуру данных, вы можете читать любые поля из нее, делать все, что угодно с ней, зная то, что она не изменится. То есть, типичный пример, вы получили какую-нибудь структуру данных, вы считали из нее одно поле, кто-то другой изменил эту структуру данных, вы считали другое поле, все плохо. То есть, вы получили два разных значения из двух разных полей, которые, возможно, друг с другом больше уже не согласуются. Второй нюанс это то, что вы точно знаете, что если вы получили структуру данных откуда-то, то вы можете ее закешировать и потом считать значения, которые вам нужно. И вы получили ее именно в том виде, в котором она для вас предназначалась. То есть, опять же, типичная ситуация, вы получили структуру данных, вы сохранили ее в текущем объекте, вы через какое-то время обращаетесь к ее полям, но туда уже записала какая-то другая часть приложения, какие-то другие данные, которые нужны были ей. Это не так часто встречается, но на моей практике это было как минимум один раз. Это приводило к очень интересным последствиям. У вас приложение работает, выполняет какую-то функциональность, но работает ровно один раз. После того, как вы в последующем попытаетесь выполнить ту же самую функциональность, оно перестает работать. Отловить это достаточно сложно, особенно если эта операция достаточно редкая. Попробовать воспроизвести в тестах, не зная то, что это может произойти, тоже сложно, потому что тесты выполняются один раз на каком-то состоянии, соответственно, они работают. Вы же не знаете, что их нужно выполнять по два раза, чтобы воспроизвести какой-то неправильный бехейвер. Типичный пример, ну ладно, это не типичный пример, это простой пример, который нереален на самом деле, но если попробовать экстраполировать это все на большие системы, то оно где-то так и работает. То есть у нас есть функция, которая что-то процессит, она получает конфиг. Она вызывает функцию процесс hello, которая в итоге возвращает hello какой-то юзернейм. Не важно, как она это делает. Мы получаем этот конфиг, мы передаем этот конфиг в процесс самсинг. К сожалению, функция процесс hello, которая могла быть написана абсолютно в другом модуле и другими разработчиками, переиспользует вот этот список для того, чтобы интерполировать юзернейм как бы в свое приветствие. К сожалению, после того, как вы вызовете вот эту функцию, конфиг безвозвратно поменялся, и вы больше не сможете восстановить как бы предыдущее его значение. Не сильно реально, но оно такое бывает, и, к сожалению, это одна из проблем, которые очень сложно добавить, особенно в больших приложениях. Кто знает, кто это такой? Отлично. Это Rich Hiki, это создатель Clojure, и кто не знает, что такое Clojure, тоже почитайте. И я очень строго рекомендую посмотреть все его доклады, которые можно найти по вот этой вот ссылочке. Я слайды выложу сегодня же. То есть это человек, который, возможно, очень сильно поменяет ваше мнение о программировании, о том, как надо это делать и так далее. Продолжим. Второй момент, который структуры, иммутабельные или персистентные структуры данных решают вот сразу и навсегда, это конкуренции. То есть персистентные структуры данных отличаются тем, что они не делают никаких изменений на существующих объектах. Нет изменений на существующих объектах, нет проблем с многопоточностью, они thread save by default, все хорошо, то есть нереально все хорошо. Это не то, что там кто-то где-то что-то недозолочил и так далее. Они будут полностью отлично работать в любых многопоточных случаях. Не важно, так, назад. Они позволяют вам легко и дешево сохранять историю изменений свою же. То есть у вас было какое-то дерево, вы добавили какие-то новые узлы, вы сохраняете возможность достаточно дешево с точки зрения памяти и производительности хранить все состояния, которые определяют... Нет, не все состояния, все... Короче, историю изменений этой структуры данных, которые привели к тому, что она оказалась в каком-то состоянии, вот в текущем. Зачем это нужно? Типичный пример. Я вот как раз вчера вечером его вычитал. То есть любое... Скажем так, насколько часто случаются случаи, когда у вас что-то не работает, вам нужно рефрешнуть браузерную страничку, чтобы оно заработало. Ребутнуться, чтобы оно заработало. Типичный пример, то есть старый Windows, бла-бла-бла, ребутнитесь, все заработает, все хорошо и так далее. Это проблемы менеджмента стейта. То есть если... И проблема в том, что часто очень сложно понять, как мы, собственно, оказались в стейте, который не валиден, но мы к нему каким-то образом пришли через какие-то тернии. Собственно, вот эта штука позволит вам достаточно дешево хранить абсолютно всю историю состояния, и, соответственно, легко определить, через какие вызовы, каких методов и так далее вы пришли к тому, что вы оказались в текущем состоянии пофиксить ваши баги. И последний момент. Они в некоторых случаях могут быть производительнее, чем обычные структуры данных. В основном они в n раз медленнее. В n раз медленнее, но вот эта штука, она бесценна на самом деле. Вот. Они могут быть быстрее в случаях, если у вас часто... Если вам нужно часто детектить некоторые изменения в структуре данных. То есть произошли ли изменения или нет, и если да, то где. В обычных структурах данных, если у вас там есть какие-то вложенные хэши, массивы и так далее, в общем случае сказать, что типа, а вот эта структура данных изменилась, нельзя. Если вы точно не знаете, что вот в месте, где вы ее вызывали, вы добавите какой-то callback в то место, где вам нужно об этом знать. Это, кстати, вот та проблема, которую пытаются решить Angular, React и так далее, которую хорошо решают эммутабельные структуры данных. Ну, об этом я, возможно, поговорю в конце, если успею. Для тех, кто захочет просто продолжить углубляться после этого доклада, если такие еще найдутся, то вот книжечка, с которой все начиналось, это там 2000... Нет, 1900 какой-то год, 96-й, по-моему, с которой началось как бы бурное обсуждение, которое собрало в себе на тот момент набор структур данных, персистентных структур данных, которые можно использовать в реальной жизни. Так вот, то, что мы сейчас рассмотрим, я надеюсь, мы успеем, это списки, стеки, очереди, три мапы, вектора, хешмапы и сеты. Мы будем рассматривать структуры данных, то, как они есть на самом деле, из кложеры, с примерами, в основном на джаваскрипте. То есть, потому что кложеру все равно никто из вас, скорее всего, не понимал. Кто знает, что такое кложера? Практически никто не понимает. Окей. Вот. Односвязный список. Это самая простая, самая вот... я не смог найти проще структуру данных для того, чтобы описать, что же такое персистентность. То есть, он характеризуется тем, что как персистентный, так и не персистентный список реализовывается одинаково для некоторых операций. Например, то есть, все, кто не понимает, что такое односвязный список. Есть. Отлично. Две операции. Пуш и поп начало. Пуш, естественно, делается просто. Мы создаем новый узел этого списка и указываем как бы нашу новую переменную в него. Старая переменная остается указывать на старый конец списка. при этом мы переиспользуем всю структуру старого списка и получаем как бы и старую версию и новую. При этом для того, чтобы хранить обе версии сразу, там где-то, для debugging purposes и так далее, вам, собственно, достаточно хранить просто вот это значение, чтобы хранить обе версии. Собственно, удаление происходит примерно так же. Вы просто указываете на следующий элемент за началом списка. Я буду очень много раз в этом докладе спрашивать, это понятно, потому что если это будет непонятно, дальше идти не стоит. Это понятно всем? Да. Вопрос? Окей, хорошо. Insert и Remove это те операции, которые часто в персистентном, в общем, не так. Персистентные структуры данных, кроме того, что они персистентные, характеризуются еще одним условием, которое может быть не очень приятным. Не все операции могут быть реализованы эффективно для персистентных структур данных. То есть для каждой структуры данных есть операции, которые могут быть реализованы эффективно. В персистентных структурах данных это количество операций минимизируется до самого маленького случая, просто для того, чтобы обеспечить персистентность. Некоторые операции на персистентных структурах данных могут отсутствовать, то есть те, к которым вы привыкли в обычных структурах данных, то есть могут отсутствовать или реализовываться за достаточно большое время, относительно размера этой структуры данных, но как бы, как правило, они не то чтобы очень часто используются. В данном случае операции вставки или удаления ноды не из начала списка будут вам… А, ну да, и предыдущие операции вот эти, они константные по факту. Операции вставки и удаления будут вам стоить O от I, где I – это, собственно, индекс, с какой ноды вы удаляете или, соответственно, добавляете. Просто потому, что вам нужно будет скопировать все начало списка, после этого вставить в данном случае новую ноду и указать ее на старый конец. При этом шарятся будут между двумя списками вот эти три ноды. 5 и 4, к сожалению, придется копировать в новую структуру данных. Хочу заметить, что двухсвязный список, в общем-то, не персистентен по определению, потому что, учитывая, как бы это так сказать, короче, то, что у него есть связи и в одну, и в обратную сторону, для того, чтобы вставить ноду хоть куда-нибудь в двухсвязном списке, вам придется полностью его скопировать и поменять уже полную копию. Так что двухсвязный список, как правило, нигде не реализовывается, как персистентная структура данных. Стэк – это, собственно, тот же самый linked list, только без операции insert и remove. То есть у него есть только push и pop в голову. Чуть-чуть интереснее. Очередь. Очередь, как правило, реализовывается через или два списка, или список и вектор. Про вектор мы поговорим потом, он значительно интереснее, чем все предыдущее, но и значительно сложнее. Поэтому я объясню, как это работает на двухсвязных списках. Это примерный код, я к нему еще вернусь. Ну а пока попробую объяснить, как эти операции выглядят визуально, потому что в предыдущей версии доклада я этого не делал, это плохо. Лучше всегда объяснять, как выглядят структуры данных визуально. Итак, у нас есть два списка. Один используется для чтения, один используется для записи. Зачем? Объясню чуть попозже. Принцип такой, что запись в очередь, в которой нет ни там, ни там никаких элементов, элементов производится, как бы это ни показалось странным, в список для чтения. Почему? Такой инвариант этой очереди. Запись в очередь, которая уже имеет какие-то элементы, производится всегда в список для записи. Таким образом, у нас на каждый момент времени существует два вот этих списка. Эти списки персистентные, то есть при каждом изменении этой же очереди по факту мы получаем два новых списка или один новый список и так далее. И сама очередь тоже персистентная, то есть это две разные структуры данных, которые шарят между собой все вот эти синенькие ноды. И они, собственно, вот эти операции вставки и удаления из списка, скажем так, effectively constant, но не всегда. Чтение, то есть не чтение, а как бы удаление элемента из очереди первого. Если у нас оба списка заполнены, то мы просто берем и читаем первый элемент из списка для чтения. Вот если у нас оказывается ситуация, когда в списке для чтения оказывается только один элемент, мы его читаем и дальше мы делаем довольно интересную штуку. Мы берем список для nq, разворачиваем его задом наперед и вставляем для дека. В этом случае у нас сложность вот этой операции в общем будет o от n, но стоит понимать, как это все работает в реальности. То есть если у вас идут постоянно операции вставки и удаления, то вот этот вот nq, который мы будем разворачивать, он будет маленький. Соответственно, как бы, ну и развернуть его достаточно дешево. Назад. Если у вас получается ситуация, когда вы сначала все вставляете, а потом читаете, то этот nq-лист будет большой, но после того, как вы его один раз развернете, вы будете просто дальше считывать информацию из nq-лист достаточно долго. То есть в общем случае оно работает достаточно быстро. И выглядит это так. Вот в реальности это, да, JavaScript, все дела, все хорошо. То есть лист в данном случае это персистентный лист. И при каждом вот nq и dq, соответственно, мы каждый раз возвращаем новую структуру данных, в котором меняем или список для чтения, или список для записи. То есть осознаем, задаем вопросы. Реверс нужен для… смотри, потому что мы хотим… То есть это очередь. Мы сначала записываем элементы, потом хотим, чтобы в том же порядке мы их считали. Считывать напрямую и удалять элемент из конца списка очень дорого. Поэтому для того, чтобы сделать это дешево, мы производим один раз реверс, который дорогой, но дальше мы будем считывать напрямую из dq-лист, который, собственно, будет нам считывать… точнее, удалять элементы с самого начала за константное время. То есть это оптимизация для того, чтобы сделать очередь более или менее производительной в реальных кейсах. То есть после того, что первый раз из очереди что-то выкинула, у нас появится перевернутый? Если у нас был nq-лист заполненный, да. Причем он появится уже в dq-лист, развернутый, и больше мы разворачивать… Пока что нам больше разворачивать нечего, пока не окончательно опустеет вот этот dq-лист. Да. Они собираются garbage collection в общем случае. То есть если вы хотите использовать это не в garbage collected языках, там типа C++, я думаю, не все структуры данных это могут сделать. Если да, то вам придется там работать с ревкаунтами почти на каждом уровне. Нет, хранятся не diff, а хранятся полные… Ну то есть смотри, какой diff… Пу-пу-пу, вернемся сначала. Где diff между вот этими структурами данных? Двумя. То есть у тебя есть два списка, первый и второй, две переменных. Между ними нет diff, ты diff как таковой не хранишь. Но если у тебя есть желание, ты можешь оставить ссылку на старую структуру данных, которую можешь потом добавить там семерку, которая уйдет вот сюда. А можно… Можно, пожалуйста, микрофон человеку, то я его не слышу. Да, имею в виду, но я запомнил, что 6 у меня вставляется в голову списка, да, в начало. То есть это и есть diff. Сама операция запомнилась и запомнилась… Это не всегда возможно. Это не всегда возможно. И в общем случае, как бы, diff хранить… Ну вот, что значит хранить diff? У тебя есть объекты, у тебя есть объекты в памяти, которые каким-то образом связаны друг с другом. Как ты… как можно хранить их diff? Ну как Svn diff хранить. В общем случае. Нет. Оно так не работает. Оно так работает с точки зрения вот логической, но именно diff не хранятся, потому что diff имеет смысл хранить, когда ты их там, потом захочешь обратно восстановить в объекты. Зачем тебе хранить diff, если у тебя уже есть вот эти объекты… Чтобы память меньше расходовать. Чтобы память меньше расходовать. Почему? Окей. Смотри. Вот эти две структуры данных, первая и вторая, отличаются на один элемент. Как ты сможешь сохранить diff между этими двумя структурами данных, не сохранив как минимум этот элемент? Ну я сохраню первую структуру, сохраню выполненную операцию, сохраню оперант этой операции. Так у тебя и так есть две структуры данных. Ну а на третьей операции у меня третья структура, правильно появится? Да. Которая тоже будет отличаться одним единственным… Память линейно будет расти после каждой операции, правильно? Еще раз. Память будет линейно расти. Память будет линейно расти для всех… Короче, для всех вот этих версий структур данных, если ты захочешь их хранить, ну вот как бы вместе. Не то, что память будет расти… Короче, для того, чтобы хранить две этих структуры данных, нам нужно условно говоря шесть ячеек в памяти, три структуры данных, семь и так далее. Понятно, спасибо. Да. Подождите, подождите, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Вернуться к слайду сочек. С какой именно? Про которую парень спрашивал. Ну вот. Пример, там где диф был. Там где что? Там где было добавление элемента шестого. А лист? Да, да, вот этот слайд. То есть у нас нету как такого дифа и у нас… У нас нет дифа, у нас есть две ссылки на два разных списка, которые шарят между собой по факту весь старый список. И то есть одна ссылка это на пятерочку, которая дальше продолжается до одиннадцати. Да, вторая на шестерку. Понятно. Спасибо. Сюда еще на второй. Подожди. Вопрос такой, а если в какой-то момент мы захотим эти персистентные структуры хранить в базе данных? То есть, ну когда они в памяти, у нас все здорово, все классно. Окей, персистентные структуры данных называются персистентными не потому, что это persistence, база данных и так далее. Я говорю, если в какой-то момент нам это потребуется. Хорошо, как ты будешь обычный список хранить? Точно так же. Они не для того, чтобы сохранить, сдампить вот эту штуку, сериализовать и положить куда-то. Если ты захочешь, ты можешь это сделать примерно, ну как бы, все равно храня вот это все. Но для того, чтобы сдампить это в строку, тебе нужно будет каким-то образом закодировать то, что вот эта шестерка ссылается на вот эту пятерку, у которой было предыдущее значение. Это персистентные структуры данных называются персистентными не потому, что мы их сохраняем в базу данных на диск или куда-то еще, а потому что они сохраняют свое предыдущее состояние. То есть они сохраняют свою историю как бы в них. Эта история может быть удалена garbage collection, если она никому не нужна. Если она нужна, она будет храниться, и она будет храниться очень эффективно. Ну и вы получаете все плюсы функционального программирования, конкуренции и так далее. Продолжим. Так, три мапы. Все просто, все понятно. Кто не знает, что такое три мап? Все знают, что такое три мап. В данном случае я хочу уточнить, что мап – это просто отображение из ключей значения, а три – это детали реализации. Это всегда так, но я просто уточняю. Для персистентных структур данных это отношение сохраняется. Вот. Три мапы, как правило, реализуются с помощью binary search trees или его подвида красно-черных деревьев. Binary search trees могут выглядеть так. Так. Ну или, как правило, они выглядят все-таки так. То есть у нас есть какой-то корневой элемент деревья, слева от него находятся элементы, которые меньше него, справа, которые больше него. И как бы это отношение сохраняется на всех его уровнях. На самом деле, как бы для того, чтобы это был мап, в каждой ноде должен храниться не просто какой-то ключ, а еще и его значение. То есть в данном случае у мапов есть еще и значение, у нод, у каждой ноды есть еще и значение внутри них. Ну, как бы мы их подразумеваем, что они есть, с точки зрения персистентности, значение никак, ни на что не влияют. Операция добавления в персистентную структуру данных отличается от неперсистентного дерева тем, что, как бы вместо того, чтобы найти место, куда нам нужно вставить, и просто взять и вставить, нам приходится для того, чтобы обеспечить персистентность, копировать весь путь от корня к узлу, который мы вставляем, и как бы попутно расставляя ссылки на предыдущие поддеревья, которые существовали. Таким образом, по факту мы для этого тратим от log2n памяти и времени, но получаем на выходе два дерева, два корня, с которых будут двумя восьмерками, которые шарят между собой большую часть, собственно, своей структуры. То есть фиолетовыми показаны ноды, которые остаются в обоих деревьях, синие – это то, что осталось только в старом, а оранжевое – это то, что появилось только в новом. Тут на втором ряду вопрос. Как балансировка? Про балансировку будет чуть дальше. Вот эта штука называется path copying. Пожалуйста, запомните это название, потому что оно нам понадобится на всех остальных структурах данных. Так, это было удаление, это было добавление. Обновление абсолютно аналогично. То есть мы идем вниз, попутно копируя все ноды и обновляем одну ноду. То есть вместо пятерки у нас появляется нода 42. При этом, как всегда, все остальные части, которые нам были не нужны, мы удаляем. На самом деле тут не совсем… В общем, вот это уже появилось не binary… Короче, не важно, игнорить. Удаление абсолютно аналогично. Просто вместо того, чтобы тут иметь ссылку на пятерку, мы имеем ссылку на пустую ноду, которая никак не хранится. По факту тут будет null. Красно-черные деревья. Кто знает, что это такое? Кто знает, почему они такие крутые? Окей. Я нет. Так вот, красно-черные деревья – это подтип binary search trees, которые нам позволяют гарантировать, что дерево не выродится в список, по факту. Что значит выродиться в список? Это значит, что оно уйдет… Все добавления последующие уйдут в какую-то сторону, влево или вправо. Например, вы вставляете в дерево числа от 1 до 10 подряд. В итоге, если вы не будете балансировать, все числа в binary search trees уйдут постоянно направо. Вот. Redback trees – это один из алгоритмов, которые позволяют балансировать эти деревья. Он говорит о том, что у нас по факту есть два инварианта, и там несколько дополнительных условий. Два инварианта – это красный и черный. Красный говорит о том, что у нас не может быть две красные ноды одна под другой. То есть… А, и redback trees, в принципе, это обычные деревья, в которых все ноды раскрашены в один из двух цветов. Это красный или черный. Так вот, красный говорит, что двух красных подряд быть не может. Черный говорит о том, что каждый путь от минимальной и максимальной… Как бы так сказать. Короче, минимальный и максимальный путь от корня к листьям будет отличаться не более чем в два раза за счет того, что… Не, будет… Ну, короче, да, будет отличаться не более чем в два раза, потому что в нем будет не более чем… Точнее, в нем будет одинаковое количество черных нод. Когда мы вставляем в этот список, в этот дерево, простите, нода всегда получается красной, когда… И корень всегда остается черным. Это, кстати, вот… Корень всегда остается черным – это опциональное условие, но, как правило, оно так и есть. На самом деле, с точки зрения конкретной реализации, это все можно свести к четырем видам балансировки. То есть у нас есть вот это, вот это, вот это и вот это, которые в итоге превращаются вот в это. Это просто стоит запомнить, как бы этот… И эта штука на самом деле работает. Дальше вам, возможно, будет немного непонятен код на скале, он немного страшен, ну, как и любой код на скале и так далее, но в то же время он очень красив. Да. Функция balance в данном случае отвечает вот один в один, собственно, тем четырем случаям балансировки, которые я показывал. То есть мы говорим, есть ли у нас там два красных бранча подряд, два красных бранча подряд и так далее. То есть каждый кейс четко отвечает за то, что у нас был один из случаев, которые описаны двумя слайдами ранее, и дальше мы возвращаем то, каким образом нужно перебалансировать это дерево. И два последних случая, то есть тут всего шесть кейсов, четыре из них – это случаи балансировки, последние два – это мы просто возвращаем эти все ноды, не балансируя. При этом, что интересно, красно-черное дерево, в общем-то, балансируется снизу вверх. То есть мы вставили какое-то… мы вставили или удалили, ну, в случае удаления там все чуть-чуть сложнее, мы вставили какую-то красную ноду вниз. Если у нас оказалось две красных ноды, мы их как бы переставляем. Переставляем. Если у нас после этого оказалось две красных ноды, мы их переставляем дальше. И в итоге оно как бы балансируется сначала на низком уровне, потом на высоком, потом еще на высоком, пока не дойдем до рута. Эта штука не очень хорошо, скажем так, она не очень хорошо работает с персистентностью, то есть она вам сможет сломать structural sharing для того пути, куда вы вставили, потому что вы будете перебалансировать эти все ноды. Но при этом оно не затрагивает те ноды, которые вообще не касались балансировки, то есть другие поддеревья, которые находятся справа или слева. Эта штука достаточно эффективно работает в реальных условиях, поэтому как бы, честно, я не знаю, насколько эта штука влияет, насколько плохо эта штука влияет на персистентность, но считывая то, что все языки функциональные имеют реализации тримапа с помощью именно красно-черных деревьев, я думаю, говорит о том, что эта штука работает достаточно хорошо. Тут начинается самое интересное. Тут и на следующей структуре данных. Итак, вектор это, собственно, все понимают, что такое вектор. Это некоторый кусок памяти, к которому мы имеем доступ по индексам за константное время. Это то, как работают векторы вне функциональных языках. В функциональных языках все становится значительно сложнее, к сожалению или к счастью. Кто знает, что такое try? Один? Ну, да. Окей. Значит, не зря я это все делал. Try – это структура данных, которая позволяет вам закодировать с помощью дерева ассоциативный массив. В данном случае – это простой пример из Википедии. В данном случае у нас закодированы вот эти слова и соответствующие им значения. Каким образом? Мы слова бьем посимволно и каждому символу сопоставляем стрелочку из соответствующей ноды. То есть для того, чтобы найти значение по слову чай, мы будем идти t, e и a. И в итоге придем в ноду t, которая имеет значение 3. Это очень важно. Это понятно? Это индексация по сути. При этом стоит заметить, сразу стоит заметить, что try – он не обязательно бинарный. Он вообще может быть какой угодно. В данном случае try может быть, если вы расширите алфавит, то он может быть какой угодно по ширине. На каждом из этих уровней. В смысле? Бьем послал? Почему тройка? Нет, тройка – это значение. Это просто то значение, которое мы храним. Тут может быть object.new.что-нибудь еще. Это понятно? Это очень страшное слово, с помощью которого в Closure реализовывается вектор. Это структура данных, которая называется persistent bitpartitioned vector try. и она очень прикольная на самом деле. Представьте себе, что такое вектор. Ну или массив, raylist, неважно, как вы это назовете. Вектор по факту – это ассоциативный массив из индексов в какие-то значения. Представьте себе, что мы индексы разобьем на отдельные биты и каждому этому биту поставим в соответствие какую-то стрелочку в try. В итоге это приведет к тому, что мы наш вот этот старый вектор сможем представить в виде вот этого try и иметь возможность легко перейти к нужному нам значению. То есть для третьего элемента, то есть у нас индексация с нуля, то есть к третьему элементу у нас будет путь 0, 0, 1, 0. То есть 0, 0, 1 и тут нулевой элемент. То есть тут у нас двоечка. Понятно? Нужно понять, что вектор, собственно, он будет расти только вправо. То есть у него элемент сначала 0, потом 1, потом больше. Самый минимальный вектор вот такого вида будет выглядеть так. Ну тут на самом деле значения не будет. Ну то есть двухэлементный вектор будет выглядеть так. То есть у нас будет 0 и 1, которые достаются за один шаг. Четырехэлементный вектор будет выглядеть так. То есть 0, 1, 2, 3, и при этом нам понадобится еще один уровень дерева и два шага для того, чтобы узнать, где находится нужное нам значение. Семиэлементный, в данном случае тут одного значения нет, будет выглядеть так, и у нас добавляется еще один уровень вверх, и у нас уже значения трехбитовые. Девятиэлементный трай будет выглядеть вот так. Даже девятиэлементный вектор, построенный на базе трая, будет выглядеть вот так. Нужно понять, что в данном случае вот эти все внутренние ноды, они существуют исключительно для того, чтобы иметь возможность индексировать этот вектор внутри трая. они не хранят никаких значений, кроме того, что они используются для индексации. По факту они хранят только вот эти вот ссылки. И еще, ну короче, да, ладно. И зачем вообще вектор представлять вот в таком вот виде? Для того, чтобы иметь возможность использовать пэскопиинг, который мы услышали первый раз на обычных деревьях бинарных, и иметь возможность не перекопировать весь массив каждый раз, когда мы добавляем, изменяем или удаляем элементы из него. Мы можем делать добавление, удаление, изменение любого элемента по любому индексу. В данном случае мы меняем пятерку на слово bif, и мы делаем это абсолютно аналогично случаю с деревом. То есть мы копируем полностью новый путь к вот этой листьевой ноде, попутно расставляя ссылки на уже старые существующие ноды, которые были до этого. При этом как бы у нас получаются два вектора, каждый из которых шарит большую часть структуры данных между собой, и сложность вот этого всего будет от log2n по времени и столько же по памяти. n в данном случае это общий размер вектора. То есть путь по дереву это вектор, да? Путь по дереву это вектор, да? Ну вот тот, который был там изображен. Путь по дереву это индекс. Это индекс, который приводит к значению, которое записано в листьевых нодах. То есть индекс разбитый на битый, и каждый бит... Но вектор это же по сути есть индекс. Нет. Вектор это набор элементов, которых индексом соответствует какое-то значение. И который начинается с нуля и растет до бесконечности. Ну а вот это вот... Array. Вот. Вектор это вот это. Да, да. Ну так это же и есть индекс. Хорошо. И если бы я тут... Biff это не индекс. Нет, Biff это не индекс, но 0, 1, 2, 3, 4, Biff, 6, 7, 8 это индекс. Это значение, которое в данном случае соответствует индексам, просто для того, чтобы это было чуть-чуть понятнее, почему мы приходим именно в эту ноду. Но вообще нет, это не индексы, это значения. То есть вот здесь хранятся индексы. Вот здесь хранятся значения, а индексы это пути... Ну к четверке мы можем же прийти только... Четверки мы прийдем 0, 1, 0, 0. Ну в любом случае. Да. Независимо от... Ну здесь же может быть не 4, а 10542. Ну а можем в одном векторе... А, можем, все. Еще вопрос. Там, там, там. А вот у нас Red Black 3 и вот здесь вот апдейт стоит одинаково. Имеет ли в каких-то случаях использовать, может быть, именно 3Map вместо вектора? Это будет дальше. Спасибо. Так, в общем, пока вопросов я не принимаю. Дальше будет сложнее, но быстро. Добавление. Добавление характеризует... Короче, добавление это 3 случая. Первый из которых у нас есть листевая нода, в которую мы можем добавить значения. В этом случае мы просто копируем и заменяем листевую ноду, добавляя в нее значение 5. В данном случае добавление приводит к тому, что мы создаем новые ноды правее от тех, которые у нас были раньше. И оставляем ссылки на предыдущие. И последний вариант это когда мы переходим от 8 к 9, от 16 к 17 и так далее, когда нам нужно добавлять новый корень, который находится выше предыдущего по уровню. Просто потому, что вот такой вектор не может уже хранить 9 значений. Вот такой вот трай. Удаление происходит абсолютно аналогично. То есть было 4,5, стало 4, скопировали путь. Было 4,5,6, стало просто 4,5, а вот эта ссылка на 6, ее больше не существует. И, собственно, удаление последних случаев, когда мы переходим от 9 к 8 и так далее, мы вместо того, чтобы хранить вот этот вырожденный корень, мы от него просто избавляемся. У корня всегда будет 2 ссылки вниз. Это я показал вам вектор с бренчинг фактором 2. Бренчинг фактор это количество нод на вот этом уровне. То есть для того, чтобы хранить 9 элементов, хотя бы 9 элементов, нам нужно 3 дополнительных уровня. Это ведет к тому, что у нас будет сложность алгоритмов log2n. Это вектор с бренчинг фактором 4. То есть для того, чтобы хранить 16 элементов в таком векторе, нам достаточно всего лишь одного дополнительного уровня. В реальности у нас бренчинг фактор будет 32. То есть на каждом уровне вектора у нас будет 32 значения, которые, соответственно, ссылаются вглубь, 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 вглубь. То есть для того, чтобы хранить 32 элемента, нам достаточно просто сразу ссылаться на листевую ноду. 32 в квадрате один дополнительный уровень, 32 в третьей и так далее. На практике это часто маркетологами продается как константу. Просто потому, что для того, чтобы хранить 1 миллиард элементов, вам достаточно иметь всего 6 уровней. И на практике 1 миллиард элементов в векторе – это уже достаточно дофига. А O от 6 и O от 1 – это не то, чтобы сильно отличающиеся варианты. Так, индексацию мы в общем-то разобрали. Для векторов вот такого вида у нас индексация теперь выполняется не по одному биту, а по два. То есть мы группируем векторы, точнее мы группируем вот эти биты, на которые мы разбили числа индексы, на группы по два. И каждому из вот этих вот ячеек, а каждая из этих значеек соответствует два бита, теперь они один. Для бренчинг фактора 2 у нас получается для миллиарда, например, для индекса в миллиард, у нас получается вот такое вот число. Для бренчинг фактора 32 у нас получается ровно 6 групп, которые вот-вот описаны. Понятно? Вот так выглядит вектор, точнее вот так выглядит один путь у вектора, имеющего бренчинг фактор 32, который имеет вот столько, чуть больше миллиарда элементов. И, собственно, для того, чтобы найти в нем значение по индексу 1 миллиард, нам понадобится выполнить вот таких вот 6 прыжков. И нужно понимать, что на самом деле, как бы, вот это я показал, это только путь к индексу 1 миллиард. На самом деле на каждом из вот этих вот уровней у нас будет количество элементов, это степени 32, то есть в данном случае рутовый элемент у нас будет один, потом их будет 32, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой. Хэш-мап. Как и для 3-мапа, хэш – это деталь реализации. Эта структура данных называется Persistent Hash Array Map Try. Еще сложнее. Но на самом деле, если вы поняли вектор, то примерно вы достаточно быстро поймете, что такое хэш-мап. Оно базируется в Closure, оно базируется на вот этих двух публикациях, которые написал Фил Бегвелл, который работал в компании, которая занимается разработкой CS-каллы. Эти две публикации описывают структуры данных, которые называются, в общем-то, Ideal Hash Trice, уже Ideal Hash Trice, которые рассказывают о том, как построить отличную хэш-таблицу на базе Try. В Closure, собственно, вот эти две публикации были использованы в качестве референсной реализации, только в них добавилась персистентность. Поехали. Нет, нет, нет. Да. То есть общий принцип простой. То есть хэш-мапа как работает? Мы находим хэш от ключа и дальше с ним что-то делаем. В данном случае хэш от ключа – это int. И дальше мы будем строить try, используя вот эти хэши как индексы. Естественно, мы не будем, собственно, строить вот такую вот огромную структуру данных, если у нас появился сразу же хэш со значением миллиард. Поэтому мы будем строить их постепенно. И path-copying в данном случае будет работать точно так же, как и раньше. Это уже пошла типичная реализация, не типичная, а реальная реализация, как она работает в Closure. У нас есть три типа нод. Вот это первая. И у каждой ноды есть, по факту в данном случае мы рассмотрим две операции, asog и find. Asog – это аналог пута. Find – это, соответственно, найти по ключу какое-то значение. То есть k-value понятно, что это такое. Hash – это вот тот хэш, который мы нашли, применив к ключу хэш-функцию. Shift – это смещение относительно начала… Как бы это так описано? А, вот так. Вот так это можно описать. Shift – это смещение от начала вот этого битового значения хэша. То есть на первом уровне хэш-мапа оно будет 0, на втором 5, на третьем 10 и так далее. Bitmap-индекс нод – это первый тип нод, который используется там. Он построен примерно таким образом. То есть мы добавляем в хэш значение с хэшом 1 миллиард 3. Это вот такая вот строка. Как работают битмапы индексы в базах данных, кто-то знает? Не многие. Принцип такой. Мы находимся на первом уровне, это корневой элемент хэша в данном случае. Мы находимся на нулевом уровне. Мы берем во внимание только вот эту первую группу. Значение 0,011 – это 3. Просто вот троечка. Мы записываем единичку на третью позицию вот в этом битмапе. Битмап – это набор бит, как массив бит рассматривается. И записываем ключ значения как бы отдельно в массив. При добавлении еще одного элемента, у которого хэш миллиард, у нас появляется единичка на нулевой позиции. При этом нам нужно каким-то образом… А, ну и битмап, собственно, показывает, какие элементы с какими хэшами у нас уже были вот в этой ноде. Собственно, как мы соответствуем тому, что вот эта единичка соответствует вот этому значению, а вот эта единичка вот этому. То есть массив мы описываем таким образом, что вот эта единичка соответствует нулевому элементу, вот эта единичка – первому. Если появится единичка вот здесь, то оно будет на третьем месте. Собственно, добавляем миллиард пять, пошла единичка сюда, и ключ значения записались как третья пара. Это понятно? Кому уже непонятно? Ну, просто. Окей. Пять минут. Ладно. Whatever. Слайды будут доступны. То есть принцип такой. Если у нас здесь есть единичка, но, точнее, ключ значения, вот этот ключ, он здесь был, и, соответственно, он находится на определенной позиции, которая соответствует количеству единичек правее от нашей. То есть правее этой единички – ноль единиц, правее этой единички – одна единица, правее этой единички – две единицы, и, соответственно, вот это идет на нулевой индекс, вот это идет на первый индекс, вот это идет на второй индекс. Оно придет сюда же, сейчас я расскажу, как это будет выглядеть после этого. Пока что здесь нет никакого path copying, то есть каждый раз, когда мы создаем, точнее, когда мы изменяем вот это все значение, мы создаем вот новую ноду заново. То есть пока что у нас никакого толку от персистентности, в общем-то, нет, мы каждый раз полностью пересоздаем вот эту вот штуку. Добавляем значение 1.0032, которое в данном случае будет мапиться на тот же самый нолик, куда и мапился 1 миллиард. В этом случае мы заменяем вот эту пару ключ значения, потому что вот эта единичка может просто сказать да или нет, было или не было. Она не может сказать, что было с таким-то ключом, было с другим ключом. Это, собственно, так работают битмап индексы. Мы просто определяем, да или нет. Нумерация, собственно, остается той же, но вместо того, чтобы на базе вот этой единички, которая находится здесь в массиве на нулевом индексе, мы вместо того, чтобы хранить тут ключ значения, мы создаем подноду, которая работает абсолютно так же, как и предыдущая битмап индекс нода, в которую добавляем вот этот k2, у которого хэш был 1 миллиард, и k4, у которого хэш 1 миллиард 32. При этом мы используем уже не последнюю группу, а предпоследнюю, потому что мы углубились на еще один уровень внутрь хэша. Добавляя значение, например, 1007 после этого, мы изменяем только корневые ноды, но вот эта нода, которая не повлияла никак на значение 7, то есть мы тут добавили вот эту единичку, которой тут не было, и записали k5, v5. Вот эта нода, она остается как есть, мы просто на нее оставляем ссылку. Здесь уже проявляются нюансы персистентности. Первая оптимизация, это когда мы меняем вот этот битмап просто на массив из 32 элементов, где нулы будут значить, что этого элемента нет, а ссылки будут всегда ссылаться на ноды внизу. Зачем это делается? Для двух причин. Во-первых, вот это все-таки уже быстрее и эффективнее обрабатывать. Во-вторых, при дальнейшем росте хэша вот эти вот ссылки вниз, они ведут к тому, что вот эти ноды, которые находятся внизу, они будут более вероятно как бы расшарены между старым и новым значением. Вторая оптимизация, это хэш-коллижин ноды, это когда у вас в итоге приходит ключ значения, которые абсолютно одинаковы, ну то есть два ключа, у которых хэш абсолютно одинаков. То есть в этом случае мы создаем не битмап индекс ноду, потому что у них полностью одинаковый хэш, мы не можем их различить на этом этапе. Мы просто создаем, ой, мы просто создаем хэш-коллижин ноду, записываем туда хэш и складываем туда ключ значения. Как делается поиск по этому всему? В битмапе мы просто смотрим для каждой группы, которая нам сюда зашла. Если единички нет, значит этого значения в хэше никогда не было. Если единичка есть, мы смотрим. Если это реф, то мы, используя следующую группу, углубляемся внутрь и смотрим, есть ли это значение там, если да, какой у него значение. Если это сразу ключ значения, то мы проверяем. Если ключ совпадает тому ключу, который мы ищем, значит V1 это то значение, которое нам надо. Если нет, то нет. В array мы всегда говорим, типа, если ссылка вниз есть, значит значение есть и ищи его ниже. Если ссылки нет, ну как бы в хэш-мапе нет такого значения. Для хэш-коллижин ноды мы просто сравниваем ключи, вот весь array мы прогоняем, как бы сравнивая ключи, потому что, ну часто бывает, когда у вас для разных ключей одни и те же значения хэша. Сеты реализуются через мапы, собственно, это понятно. В Closure в данном случае в качестве значений используются ключи, но вы можете использовать все что угодно. Я видел реализации, в которых просто записывается true, например. Вот так это все развивалось. То есть начиная с 59-го года, когда, собственно, появился try, оно потихоньку-потихоньку шло, и через две статьи Фила Бегвелла в 2007 году привело к тому, что эта штука стала использоваться в Closure. Домашнее задание – это… Вот посчитайте про то, что такое транзиенты. Я ничего не скажу. Это интересно, но уже не успеваю. Я еще успеваю что-то сказать? Нет? Короче, персистентные структуры данных – это отличный способ ускорить ваши React-приложения, которые используют Redux. За всем остальным, как бы, можете потом подойти. Спасибо. А! Не, можете хлопать. Я хочу поблагодарить, собственно, организаторов конференции. Я маленький пиар. То есть мы тоже делаем метапы в VIX. В данном случае у нас будет следующий метап 23 августа. Мы находимся на meetup.com, наша группа. Там в Днепре этих метап-групп, наверное, штук 5 максимум, поэтому найти нас можно легко. Поэтому спасибо. Вопросы потом. Можно микрофон? У кого есть вопросы, еще буквально пару минут, а потом уже в кулуарах отдельно. Окей? Отлично. Вы про структуры данных говорили. Вот мне интересно, вот вектор, да, там доступ за логарифмическое время. Лог по 32 ОТН. А вот сортировка такого вектора. Какие там огромные жноходные расходы будут. Да, да, да. Плюс еще на выделение памяти. Я говорил, что вот эти структуры данных, они отличаются тем, что некоторые операции могут занимать очень долгое время. Сортировка, да, это одно из них. Вот, с этим последний мой вопрос. Вот два подхода. Классический, да, когда мы не храним вот эту версионность и так далее. И ваш подход. Какую задачу нельзя решить с помощью старого подхода, но можно легче решить вашим подходом? Дело не в том, что легче или сложнее. Дело в том, что эти структуры данных это базис для того, чтобы минимизировать изменение состояния в вашем приложении. То есть это лучше сделать целый доклад про просто функциональное программирование и так далее, который вот эту часть покроет, идеологическую имя. Но здесь участвует идеология. Я не люблю идеологические споры, хотя я в них очень люблю участвовать, но вообще я их не люблю. Так вот, если вы не изменяете структуры данных in place, то вы можете гарантировать, что вот имея очень-очень длинный стэк функций, в которых эти структуры данных передаются, что ни одна из них ничего не изменит. И если вот самая последняя из них вернет какую-то обновленную структуру данных, на которую нужно заменить первую, это будет происходить всегда в одном месте. Это основа того, на базе чего вы можете изолированно контролировать изменение состояния в вашем приложении. Если вы это привыкли сделать, вы просто не будете возвращаться к старым структурам данных вообще никогда. За исключением перформанса. Самый простой способ отсортировать массив – это, скорее всего, скопировать его в обычный, отсортировать, скопировать обратно. Это будет достаточно дешево, чем постоянно достукиваться до O от LogPo32PN. Но при этом, собственно, O от LogPo32PN, как можно заметить, то есть для миллиарда элементов это всего 6 дополнительных доступов. У вас CPU за то, что вы будете достукиваться к разным элементам, если вам реально нужно достукиваться в разных элементах, все равно сожрет на доступах к памяти. Вы не будете делать обмен, вы будете строить заново, ну не постоянно, а как бы… А, это, кстати, еще может решиться с помощью транзиентов, можешь почитать. То есть транзиенты – это способ оптимизации. Давай. Маленький вопрос. Последний вопрос, да. Персистентная база данных, да и томик от автора к ложу. Приходилось ли щупать и… Нет, ну щупать приходилось, использовать в продакшене нет, я бы… ну, то есть я не могу рекомендовать. Это интересно, но это интересно не с точки зрения персистентных структур данных, это интересно с точки зрения применения ивент-сорсинга и версионирования, ну, точнее, и сохранения всех историй изменений, которые у вас в базе данных были. А Closure, Closure Script. Да, использовал в продакшене. Отлично, поздравляю. Спасибо. Да, давайте еще раз похлопаем Паше. Пожалуйста. Паш, ты взорвал, наверное, многим мозг тут. Вот, вот, мне самый большой вопрос был, почему там что-то black… Red Black 3? Да, написано зеленым, а не черным. Это тут так видно, оно черное. Вот. Хороший вопрос. Да. Возьми тебе пакетик. Подарочек, отлично. Вот, у меня… я тебе уже подарила подарочек, и хочу тебе подарить вот такую грамоту на память. Вот, не знаю, возможно, тебя поставишь где-то у себя там возле стола рабочего, и будешь вспоминать о сегодняшней конференции, и будешь вспоминать всех нас. Спасибо большое тебе, что пришел к нам. Спасибо. 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 Продолжение следует...